Сегодняшнее мероприятие проходит совместно с учебно-методическим кабинетом Московского районного отдела по образованию, совместно с председателями первичных организаций Беларуси дошкольное учреждение образования Московского района. Оно посвящено Дню народного единства. И не случайно мы сегодня собрались в стенах областного краеведческого музея, поскольку здесь есть очень хорошая выставка, подготовленная сотрудниками на пути к единству. И, наверное, мы выбрали такой слоган лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому основным спикером нашей сегодняшней диалоговой площадки «В единстве наша сила» выступит именно экспозиция этой выставки. В рамках диалоговой площадки «В единстве наша сила» была представлена краеведческая книга «Путь и водитель по родному краю». Разработанная педагогами учреждения образования Московского района города Бреста. В рамках взаимодействия между учреждениями образованиями, учреждением культуры, Брестским областным институтом развития образования, учебно-методическим кабинетом, краеведческим музеем, в области образования и культурно-просветительской работы, при поддержке районной общественной организации «Белая Русь» Московского района города Бреста, педагогическим работникам Московского района собран материал в сборник, вот такой вот путеводитель по родному краю, где он приурочен к 45-летию Московского района. И здесь представлен систематизированный материал по изучению родного города, по изучению достопримечательностей, его истории, музеев города Бреста, исторических мест памяти, связанных с Великой Отечественной войной. Данный материал родители, педагогические работники могут использовать в воспитании, развитии детей дошкольного возраста. Здесь этот данный материал можно использовать при организации экскурсий, походов, прогулок. Данный путеводитель включает в себя 45 разработанных маршрутов выходного дня для организации экскурсий с родителями вместе с детьми. Здесь на каждой страничке размещена краткая информация о объектах города Бреста. И есть QR-коды, где находится дополнительная информация. Это может быть текстовая информация, это может быть видео, фото, информация, художественная литература, либо это игра, с которой дети могут вместе с родителями поиграть, какое-то задание, например, сделай аппликацию, либо рисование. Ну и не забываем о безопасности детей на данных городских объектах. Спикерами диалоговой площадки выступили экскурсоводы. Они провели участников по всем залам Краеведческого музея, рассказывая об истории становления Республики Беларусь как независимого государства, о нелёгком пути западной части нашей страны и о судьбе города Бреста. Отдельно остановились, конечно же, на истоках праздника Дня народного единства. Участники встречи задавали уточняющие вопросы, экскурсоводы с удовольствием давали им пояснения. И всё это для того, чтобы педагоги могли подробно рассказывать о нашей истории дошколятам и с детства формировать в их умах и сердцах правильную гражданскую позицию. Знание своего края, истории родного города – это то неотъемлемое, что ложится в основу воспитательной работы с подрастающим поколением. И детский сад, работа с воспитанниками дошкольных учреждений закладывает тот фундамент, на котором потом строится любовь к родному городу, к родному краю, патриотические чувства подрастающего поколения. Поэтому сегодня это мероприятие очень важно для каждого из участников. Напомним, что на выставке «На пути к единству» Впервые в Бресте показаны материалы по концентрационному лагерю «Берёза-Картулская», документы и фотографии заключённых членов Коммунистической партии Западной Белоруссии и изображения лагеря. Особое место на выставке занимают мемориальные вещи, принадлежавшие нашим землякам, активным участникам революционного движения в Западной Белоруссии, а также представлен быт крестьянина того времени. Выставка будет работать до 15 октября. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.